Здравствуйте друзья я вас привожу в одно из самых засекреченных мест вот оно а почему по простой причине там у меня знаете идти дальше 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 метрах 100 отсюда два прекрасных дерева со сливой сувенира востока вот но там пасутся все приезжают за саженцами раз свои ребята по сути знакомые а можно попробовать а можно пол ведерка и уносится ведерко и а у меня каждая кошка стоит 20 рублей вот а я не скажу что большой спрос вот это я надеюсь продать и так мы в секретном месте находимся сюда никто не заходит вот здесь все заросло так что небо не видно вот и эти плоды а так как здесь солнца вообще нет видите то эти плоды не очень вкусные получается те что на солнце те что блицы солнцем те вкусные а эти нет вот последние висят смотрите вот отваливаются вот вот давайте на них глянем вот они и сейчас вон ведерко меня ждет сейчас я и буду собирать эти плоды на косточки то что они без солнца не очень вкусные значит косточки будут неполноценно просто созрели на недельку позже и все и так мы с вами удивительно вместе давайте ну чуть шире нет шире нет ширше глянем и так рядом с ними что у так и не собрали уже плесни вид вот они это слива китайка красно-синие вот она у меня вот избыток явный собрать все невозможно и тогда получается все это уходит землю в следующем году снова будет урожай это вот сливы вот что еще тут рядом ну чтобы хоть более-менее приличный фильм получился вот если вы знаете что чернобаев мои темно-синюю венгерку превратил в розовую вот это было так давно сейчас хочется чего-нибудь свеженького свеженькая вот я уже один раз показал еще раз покажу и так перед вами и куда она делась венгерка желтая желтая которая на планете вроде бы и нету так ну ка Сергей наверно снял я уже что ли ну ка 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 зайдем с другой стороны вот она вот она вот надо ее вдвоем попробовать Сергеем он тоже ее пасет вот видите а на самом деле на этом дереве на этом дереве было привито было несколько прививок и никакой желтой венгерки у меня сразу не было не было и все а нашел вот она упала вот это переделанное потому что объективного грузаства вроде не существует это уже наука по морде я получал неоднократно да но тем не менее на этом дереве была привита желтая уссурийская слива прошло время она погибла эта прививка вот а венгерка синий стала вот такой вот что мы имеем вот но эту я сейчас съем все таки я заслужил это каждый год по парочке а никак не хватало ни силы ни времени он знает они он тоже подходит любуется но веточки есть ну есть вон они пусть небольшие но на прививку веточки есть и так мы у нас будет новый клон венгерка у желто розового нельзя сказать пусть будет розовая еще одно чудо еще одно доказательство существования вегетативной гибренизации вот видите теперь уже почти полноценный фильм получился пробую ммм а что мне с косточкой делать она одна и вон там вторая вот вон она вторая и тогда возиться с ними ни сил ни времени нет ну пока выбрасывать не буду вторую пусть Сергей съест и подумаем стоит ли возиться с такой мелочью ну в общем поняли да чудес полно одно из них я сейчас вам показал а вы скажете а что это такое как же так что же происходит это корневые отводки этой же сливы у меня же по двоям служит какая слива правильно у меня по двоям служит обыкновенная китайская слива вот такая вот не вот это вот не сувенир росток а вот это вот вот это вот и какая должна быть сейчас когда дойдет до плодношения если довести плоды может быть такие же которые я показал может быть венгерки а может быть венгерки розовые а интересно а кто со мной разделит эти эти эксперименты да скорее всего никто даже не отзовется можно выкопать вот это вот этот вот вот этот и ждать чудо купить у меня там рублей за 200 вот такую веточку почему не бесплатно то мне уже столько это потратил десяток сотни тысяч рублей на все это чудо да ведь она же у меня не просто так взялась поездки на Украину я ведь ездил специально ладно не будем о грустном и так я рука не поднялась я косил видите все свежее вот только только сейчас скошено вот она трава вот она вот она я кашу вот а это я не трогаю найти бы место места нет места мало мы вчера в Стане искали место под персики не можем найти а персики же стареют им замена нужна откуда шеренки брать вот ну что-то оставлю на месте а что-то надо бы выкопать перенести или продать и опять вспомнишь про 74 года и про то что никому ничего не надо в общем наша песня хороша начинать сначала еще раз сейчас я соберу тут получится что-то около ведерка вот слива отборная с Мирвостока но она привита вот не верите кстати вот последняя еще нет вон еще одна вот это я к тому говорю что чтобы вы подумали что я просто так не болтаю смотрим оторвали красота да это чудо от чего зависит привьете и у вас такие будут посадите косточки из этого тоже будут но какие они непонятно ну а сейчас что я скажу мне работать надо некогда мне лясо тащить дождь идет а мне собирать надо все благодарю за внимание ум не 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 а не не